Отопительный сезон начался уже по всей стране. Горячие батареи практически во всех жилых домах и соцобъектах. По словам Медведева, запасов угля и топлива на предстоящую зиму хватает даже с избытком. И никаких осложнений с теплоснабжением возникнуть не должно. Запасов топлива достаточно. По этому показателю мы идем даже с некоторым опережением плана. По состоянию на ноябрь общие запасы угля превышают установленные нормы на 85%. Мазута более чем на треть. Минэнерго эти вопросы в целом контролирует. Тепловые, водопроводные, электрические сети к отопительному сезону готовы. В течение года ветхие и аварийные сети ремонтировались, заменялись на новые. Причем по этим показателям планы во многих регионах даже перевыполнены. То есть готовность лучше, чем предполагали. После селекторного совещания с главой правительства Кондратьев вместе со своим заместителем по линии ТЭК обсудил вопросы повышения тарифов ЖКХ. Многие жители жалуются, что за коммунальные услуги стали платить больше. Андрей Алексеенко подтвердил, что со второго полугодия 2015 года на Кубани некоторые тарифы действительно выросли. Так, например, цена за холодную воду поднялась на 11%, за электричество на 9,5%, а за теплоснабжение примерно на 5,5%. При этом, как отметил вице-губернатор, случаев завышения тарифов края пока не зафиксировано. Однако нередко случается, что в квитанции неправильно начислены объемы потребления. Что заделать человеку, гражданину, просто нашему жителю, любому, если он считает, что он считает завышенный тариф? Что ему делать в конкретной ситуации? Получил квитанцию, увидел, не согласился? Существует горячая линия, это по горжевой инспекции, это вот то, что касается конкретного платежа гражданина. То есть можно туда обратиться, направить кубию квитанции, оставить свою заявку, свое обращение, и в результате горжевая инспекция разберется и даст квалифицированный ответ гражданину, нарушено, либо не нарушено его права, и действительно, примерно или неправильно начислено этот платеж. Здесь две составляющие. Во-первых, чтобы эта горячая линия работала, и неформально принимала, как я и говорю, а существовала, и разбиралась в конкретной жалобе конкретного человека. А второй момент, чтобы даже если отвечали, не отписку присылали, а чтобы люди понимали, что они отвечают. Под копилку всем ответ одинаковые пишут, и люди только когда смотрят, что ответы у всех одинаковые, только фамилия, имя, отчество меняются. Люди должны были быть уверены в том, что они платят столько, сколько должны платить, и не копейки уж. Вот это задача сегодня, которая должна быть в приоритете. Разобраться, есть ли нарушение в начислении платежа, можно, и позвонив по телефону. На экране указан номер горячей линии региональной энергетической комиссии. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.